Объектно-ориентированное проектирование Неустранимых конфликтов, которые мы уже приводили в нашем видеокурсе Знаменитые конфликты гибкость против простоты или безопасность против эффективности Об их сути мы уже беседовали с вами ранее, а теперь приведем один более сложный конфликт Включающий в себя три показателя сразу Этот конфликт был выявлен Эриком Брюером и представлен на одной из конференций по программной инженерии в начале 2000-х Он очень напоминает известную житейскую историю о том, что невозможно сделать какую-либо работу быстро, качественно и недорого Нужно выбрать два из трех Все три показателя сразу вряд ли окажутся достижимы в нашем неидеальном мире Предположение Эрика Брюера стало известно как каптеорема Которая, конечно, не является теоремой в сугубо математическом смысле слова Но не была доказана и опровергнута до сего дня По этой причине каптеорема является всего лишь иллюстрацией к вопросу архитектурных конфликтов Однако крайне удачной иллюстрацией, которая, на наш взгляд, прекрасно показывает Какие разнородные показатели качества могут вступать в конфликт между собой При создании целостной, большой, сложной программной системы Развернутая русскоязычная формулировка каптеоремы была представлена нами на предыдущем слайде На текущем слайде вы видите оригинальную англоязычную формулировку И так называемые следствия из этой каптеоремы Согласно Эрику Брюеру, невозможно создать программную систему Которая одновременно является целостной Или согласованной по хранящимся в ней данным Доступной и устойчивой к разрыву сетевого соединения Или, как выразился сам Эрик Брюер, к разделению Следствия из этой теоремы гласят Что возможно создать только системы, удовлетворяющие двум из трех перечисленных атрибутов качества В частности, CA-системы Это системы целостные и доступные одновременно Они неустойчивы к разрыву сетевого соединения И ярким примером таких систем являются любые транзакционные системы управления базами данных В которых единичные операции удовлетворяют четверки критериев ACID Атомарность – Atomicity Целостность – Consistency Изолированность – Isolation И долговременность – Durability Следующая категория систем Это системы, которые устойчивы к разрыву сетевого соединения И готовы предоставлять нам данные AP-системы В таких системах постепенно падает корректность или согласованность данных Чаще всего под этой корректностью или согласованностью понимается актуальность информации Примерами таких AP-систем являются службы доменных имен Или, к примеру, локальные кэши браузера или толстого клиента Который оказался отключен от предоставляющего ему новые данные сервера Наконец, третья категория систем CP-системы Практически не встречаются в реальности И этот факт является, пожалуй, основным спорным моментом в самой каптеореме Однако, напомним, что на сегодняшний день Этому тезису Эрика Брюера уже исполнилось больше 15 лет Однако он по-прежнему остается актуальной и интересной метафорой в среде архитекторов программного обеспечения Еще одним достойным упоминанием теоретическим архитектурным результатом является закон Диметра для функций и методов Сформулированный в рамках одноименного проекта по адаптивному программированию Соблюдение закона Диметра для функций и методов Предполагает добровольный отказ от использования цепочек вызовов В рамках одного оператора в составе функции или метода класса Такие цепочки вызовов, к сожалению, иногда подаются как рекомендуемый стиль Оформление исходного кода в альтернативных C-подобных языках объектно-ориентированного программирования Или, например, в языке Visual Basic for Applications Следование закону Диметра способствует формированию системы с оптимальным уровнем делегирования И правильным распределением ответственностей между классами и их методами Система, созданная с учетом требований закона Диметра, более устойчива к изменению отдельных элементов ее композиции И не склонна к спонтанному формированию сильно связанных фрагментов Будь то методы, классы или более крупные компоненты Завершая разговор о шаблонах объектно-ориентированного проектирования Нельзя обойти вниманием альтернативный и при этом крайне авторитетный каталог шаблонов GRASP Предложенный известным канадским специалистом Крейгом Ларманом в книге «Применение UML 2.0» и шаблонов проектирования В отличие от уже известных вам шаблонов банды четырех Шаблоны Лармана характеризуются гораздо более высоким уровнем общности и абстракции Для Лармановских шаблонов не так просто предложить эталонную реализацию в виде UML-диаграммы Достаточно сказать, что одним из шаблонов Лармана является полиморфизм Термин, который вы уже прекрасно знаете и который используется ровно в том смысле, который уже вам известен С точки зрения архитектуры, использование полиморфизма как одной из базовых фундаментальных ценностей и парадигм объектно-ориентированного программирования и проектирования Позволяет сместить точку фиксации на период исполнения кода Тем самым обеспечив возможность динамического конфигурирования системы через механизм виртуальных функций и позднего или динамического связывания Еще одним небезынтересным шаблоном из каталога Лармана, которому также сложно найти аналогию среди паттернов Gov, является информационный эксперт Информационным экспертом Крейг Ларман называет тот элемент программной системы, например, класс, который лучше других осведомлен о решаемой задаче Имея выбор, какому из элементов программной системы делегировать решение соответствующей задачи Необходимо, по мнению Лармана, отдавать предпочтение тому классу, компоненту или подсистеме, который уже сейчас располагает наибольшим количеством информации, данных, которые потребуются для выполнения соответствующей задачи Наконец, еще два шаблона grasp требуют обсуждения в избежании терминологических расхождений Речь пойдет о сильной связности И слабом зацеплении Все дело в сложившейся традиции перевода тех или иных терминов В нашем видеокурсе мы неоднократно говорили о сильной связности, как о чем-то отрицательно характеризующем систему, как о проявлении антипаттерна проектирования Английское слово coupling, означающее сцепление, зацепление механизмов, действительно является характеристикой, которая должна удерживаться в программной системе на минимально возможном уровне Благо, программное обеспечение в определенном смысле нематериально С другой стороны, русскоязычное слово связность часто используется как переводческий эквивалент для английского технического термина collision Подтверждение этому вы можете самостоятельно, без труда найти, как в интернет-литературе, так и в традиционных источниках В рамках же нашего видеокурса для англоязычного понятия cohesion мы скорее предпочитаем перевод сфокусированность Или уже известное вам слово намерение Responsibility Сфокусированность программного элемента, будь то метод, класс, компонент или подсистема В самом деле должны быть достаточно высоки По этой причине вполне корректно, с точки зрения английского технического языка, говорить о high cohesion Как о высоком уровне сфокусированности, концентрации на какой-либо одной выраженной зоне ответственности И о low coupling, как о слабом механическом или информационном зацеплении элементов проектируемой системы Будьте внимательны и остерегайтесь некорректного перевода Высокий уровень овладения любым языком программирования Программирование и C++ здесь не исключение Вряд ли возможен без владения идиоматикой этого языка, а также без осознания программирования как инженерной практики С ее местом в жизненном цикле разработки программного обеспечения Этим двум вопросам идиоматике языка C++, а также рассмотрению программирования как одной из инженерных практик Мы и посвятим заключительную часть нашего видеокурса В отличие от рассмотренных нами ранее универсальных шаблонов проектирования и программирования Идиомы неотторжимы от своего родного языка программирования Они реализуют наиболее эффективным образом типовые стандартные операции Характерные для данного языка высокого уровня Этим они отличаются от приемов крученого синтаксиса Которые есть не что иное, как Cryptic Code Один из антишаблонов программирования, который мы обсуждали в первых частях нашего видеокурса Умение читать идиомы и использовать их при написании собственного программного кода Это является неотъемлемой частью компетенции программиста как на процедурном, так и на объектно-ориентированном языке В этом смысле наше путешествие по ландшафту идиом языка C++ Мы начнем с нескольких примеров из его предшественника языка C Такими примерами, представленными на текущем слайде Являются вечный пустой цикл Цикл с тождественно истинным условием А также цикл, который выполняет конечное количество итераций И копирует одну строку завершающим нулем в другую Согласитесь, без знания структуры хранения строковых данных в памяти процесса Без понимания того, что арифметический ноль преобразуется в логическое значение ложь А арифметическая единица в логическое значение истина Без знания приоритета операций и многих иных подобных полезных вещей Чтение даже таких элементарных процедурных идиом языка C практически невозможно В этом, безусловно, их слабость Но в их компактности и понятности для практикующего программиста их безусловная сила С переходом от языка C к языку C++ количество идиом лишь увеличилось В первую очередь за счет того, что язык C++ добавил к возможностям языка C Поддержку сразу нескольких парадигм программирования В первую очередь объектной и объектно-ориентированной парадигмы Примерами объектно-ориентированных идиом в языке C++ Можно считать привычные всем перегруженные операции арифметического сдвига Которые используются для ввода и вывода информации Благодаря широкому распространению библиотеки потокового ввода-вывода Iostream К таким же объектно-ориентированным идиомам Можно отнести и операции New и Delete Которые до определенного уровня овладения языком Воспринимаются как еще два ключевых слова Которых не было в языке C И которые имеют какое-то отношение к классам Перешагнув через определенный порог знания Мы начинаем воспринимать операции New и Delete Как глобальные функции, имеющие строго очерченную зону ответственности Связанную с выделением и освобождением памяти Еще одной объектно-ориентированной идиомой языка C++ Является сложившаяся архитектурная практика выбора В пользу классов в узком смысле или структур для хранения информации И те, и другие являются классами в широком смысле Однако выбор в пользу классов или структур В большинстве случаев делается вполне осознанно Так, структуры чаще всего используются как простые агрегаты Для совместного хранения или передачи через механизмы параметров Данных, которые не должны демонстрировать сколь угодно выраженного поведения По этой причине структуры чаще всего не имеют конструкторов и деструкторов Еще одна зона ответственности структур И еще один распространенный способ их применения Это использование структур в целях создания простейших механизмов интроспекции Или метапрограммирования на языке C++ В то же время классы, как правило, позиционируются как сложные агрегаты Которые объединяют как атрибуты, то есть состояния Так и алгоритмы, то есть поведение При этом как классы, так и структуры Могут использоваться в одних и тех же иерархиях наследования Примеры наследования классов от базовых структур Можно встретить как во многих учебных Так и в большинстве сложных промышленных приложений Немало идиоматики связано в языке C++ с конструкторами Достаточно сказать, что конструкторы классов в широком смысле Формируются компиляторами в определенных ситуациях автоматически Причем эти конструкторы имеют вполне конкретную, заранее известную структуру В частности, они следуют семантике поверхностного копирования атрибутов Являются встраиваемыми в точку своего вызова И обладают открытым, то есть паблик, уровнем доступа Кроме того, конструкторы структур, классов в языке C++ не наследуются А ответ на вопрос, какой конкретно конструктор будет вызван в той или иной точке исходного кода Зависит от множества факторов Которые, впрочем, для практикующих программистов, как правило, вполне очевидны Однако конструкторами негласные правила C++ не исчерпываются Свои нюансы есть в правилах выделения и освобождения памяти из-под объектов в программной куче Определенные нюансы связаны с использованием псевдопеременной this Про которую мы уже знаем, что она является первым, а по сути нулевым параметром вызова Каждого нестатического метода класса и так далее, и так далее, и так далее Конечно, в языке C++ есть и более сложные объектно-ориентированные идиомы Реализацию некоторых из которых мы с вами посмотрим вместе Среди идиом повышенного уровня сложности Перегрузка операции квадратные скобки Которая может оказаться полезной при программировании собственного контейнера Точно так же в языке C++ можно перегружать операцию стрелка Которая имеет семантику косвенной адресации Применение функциональных объектов С перегрузкой операции функции круглой скобки Тоже можно отнести к разряду таких идиом Наконец, идиомами высокого уровня сложности Можно считать реализацию классов с подсчетом ссылок и указателей на них Для автоматической, хорошо, псевдоавтоматической сборки мусора Которой никогда не было в языке C++ Первая объектно-ориентированная идиома языка C++ Которую мы рассмотрим Связана с перегрузкой операции индексирования квадратные скобки Цель, которую мы ставим перед собой Заключается в вариативной реализации квадратных скобок В зависимости от того, используются они слева Или справа от операции присваивания Данный пример, как и последующие за ним Адаптированы нами из книги Джеймса Коплейна Целиком и полностью посвященной идиомам языка C++ Книга Коплейна издавалась в те годы, когда современных диалектов языка еще не было Поэтому принятый здесь стиль и языковые возможности в целом соответствуют диалекту C++98 Итак, пусть А большое контейнерный класс А А реф технический класс, который выполняет вспомогательную роль В составе класса А реф есть атрибуты класса А большое Это ссылка на агрегат, с которым, собственно, и будет работать конечный пользователь Индекс элемента в составе этого агрегата И экземпляр объекта того типа Т большое, который хранятся в составе рассматриваемого агрегата На стороне класса А реф реализованы также операции чтения из агрегата и записи в него Собственно, операции чтения и записи на данном слайде не показаны Однако представленные операторы позволяют судить о соблюдении заявленного интерфейса Результатом записи, реализованной как операция функция присваивания Является ссылка на объект типа А реф Что позволяет выстраивать привычные программистам на C++ цепочки присваиваний В свою очередь, чтение из агрегата завершается возвратом значения типа Т большое И реализована как операция преобразования объекта типа А реф к типу Т большое В свою очередь, на стороне класса А большое реализована перегруженная операция функция квадратные скобки Операция квадратные скобки имеет уже сложившуюся и привычную семантику индексирования И принимает на вход индекс Ключевым для создания контекстно-зависимого индексирования является тот факт Что операция функция квадратные скобки в классе А большое Возвращает результат типа А реф В свою очередь, класс А реф, как мы уже знаем Имеет два различных метода для чтения и для записи информации В конечном итоге, при использовании операции квадратные скобки совместно с операцией присваивания Как это показано в нижней части данного слайда Мы имеем различные по составу цепочки вызовов Которые в зависимости от того, используются ли квадратные скобки слева или справа от операции присваивания Де-факто решают различные задачи Вторая объектно-ориентированная идиома языка C++, которую мы рассмотрим Связана с автоматической сборкой мусора путем подсчета ссылок Родственной по отношению к этой идиоме является идиома подсчета указателей С которой вы можете познакомиться самостоятельно по ранее упомянутой нами работе Джеймса Коплейна Подсчет как ссылок, так и указателей с целью автоматического удаления из памяти объекта, когда он более не востребован Является одной из форм оптимизации порядка работы с оперативной памятью процесса Суть оптимизации заключается прежде всего в обобществлении, то есть создании одного совместно используемого экземпляра какого-либо объекта Или, иначе говоря, сущности Чаще всего такой объект или сущность являются относительно тяжеловесным Поэтому наличие нескольких экземпляров самого объекта в памяти одновременно является нецелесообразным Посмотрим, каким образом задача подсчета ссылок решается средствами языка C++ Введем в рассмотрение класс представления Которое является объектно-ориентированной оберткой вокруг самой обобществляемой сущности и количества ссылок на нее Следуя работе Джеймса Коплейна, выберем в качестве обобществляемой сущности строку В представлении на языке C Понятно, что строка с завершающим нулем является лишь частным случаем бесконечного множества различных представлений По отношению к которым эта техника будет работать практически без изменений Возможно, вы уже догадались, что техника подсчета ссылок строится в первую очередь на тщательной, скрупулезной работе с атрибутом count В связи с этим, на текущем слайде непосредственное отношение к подсчету ссылок имеет всего один оператор Точнее, конструкция, вынесенная в список инициализации конструктора класса StringWrap Но перейдем к рассмотрению класса строки String, который в свою очередь и будет тем классом, с которым непосредственно станет взаимодействовать конечный пользователь Представляя класс String, необходимо упомянуть об атрибуте rep, который формально будет введен нами на следующем слайде Атрибут rep является закрытым, приватным указателем на экземпляр класса StringWrap То есть тем самым механизмом, который и обеспечивает обобществление сущности в оперативной памяти Обратите внимание на те строки этого слайда, где происходит изменение значения атрибута count класса представления И ответьте себе на вопрос, в каких условиях и зачем это делается Далее, здесь же мы видим сравнение значения атрибута count с нулем Назначение этих сравнений для вас должно быть очевидным Как только количество пользователей экземпляра класса представления становится равным нулю, это представление автоматически уничтожается Заключительный кодовый фрагмент данного примера не содержит строк, влияющих на значение атрибута count класса представления Его задача, помимо обеспечения логической завершенности всего примера Формально ввести атрибут rep и показать, каким образом происходит передача ответственности за решение определенных задач От класса обертки к классу представления Действительно, по отношению к обобществленной сущности, именно класс представления выступает информационным экспертом А значит, именно он должен решать основные задачи, связанные с обработкой обобществленной сущности Еще одна значимая проблема, которая решается с привлечением соответствующих идиом языка C++ Это распределение памяти Как вы уже знаете, затребование и освобождение памяти в программной куче является достаточно дорогостоящей операцией Которая, ко всему прочему, связана с накладными расходами на формирование системных блоков памяти небольшого размера Что делает саму задачу выделения оперативной памяти малыми блоками, скажем, до 10 байт, крайне медленной и нерациональной В связи с этим, возможно, стоит рассмотреть альтернативный подход к менеджменту оперативной памяти Основанный на переопределении функций new и delete Либо на уровне отдельного класса, либо на уровне процесса в целом В последнем случае речь идет о предложении новой реализации двух, либо трех глобальных функций С учетом того, что операция new имеет специальный размещающий вариант Возможно, для некоторых из наших зрителей будет небольшим открытием то, какие сигнатуры имеют операции new и delete Все три сигнатуры представлены на текущем слайде Соотнести их с сигнатурами системных примитивов, например, emalog и free не составит никакой сложности С учетом того, что операция emalog принимает на вход информацию о размере памяти и возвращает нетипизированный указатель Функция free, в свою очередь, принимает на вход нетипизированный указатель и, напомним, не возвращает никаких результатов В случае, если речь идет о переопределении глобальных функций new и delete Вам предстоит достаточно детально погрузиться в проблемы распределения оперативной памяти В этом вам поможет специализированная литература или опыт написания простейших аллокаторов Как бы то ни было, это достаточно сложная и ответственная задача Для решения которой своими силами необходимы веские основания С гораздо большей вероятностью вам пригодится умение переопределять операции new и delete на уровне отдельных классов Предпосылками к такой работе могут стать те факторы, которые вкратце перечислены на текущем слайде Основным обстоятельством, решающим судьбу класса, является, пожалуй, размер его экземпляров Если экземпляры класса очень малы и их размер не достигает 8-10 байт То гораздо эффективнее с точки зрения производительности и накладных расходов Обеспечить возможность изъятия памяти под экземпляры класса Из некоторого заранее подготовленного пула Будь то пул статического, то есть неизменного Или динамического, то есть плавающего размера Рассмотрим простейший пример работы с пулом динамического размера Логика дисциплины распределения и освобождения памяти Строится здесь на предположении о том, что объекты выделяются и освобождаются последовательно Это позволяет без труда размещать указатели на занятые и свободные участки на одних и тех же физических адресах Воспользовавшись для этого объединением Операции New и Delete переопределяются здесь на уровне конкретного класса Содержательным примером в продолжении предыдущей идиомы Служит класс обертка вокруг строки Операция Delete, как более простая в реализации Возвращает участок памяти, занятый ранее указателем на строку с завершающим нулем В список свободных блоков В соответствии с ранее представленной сигнатурой Операция New принимает на вход информацию о размере нового объекта Который должен быть размещен в динамической памяти Впрочем, предложенная нами реализация эту информацию не использует Что же касается самого кода операции New, то его можно разделить на две неравные части Нижняя часть операции функции New отвечает за запрос объекта из подготовленного динамического пула В свою очередь верхняя часть операции функции New готовит этот пул Корректным образом выстраивая список свободных блоков в нем И при необходимости увеличивая размер самого пула На этом мы завершаем рассмотрение объектно-ориентированных идиом языка C++ И даем возможность нашим уважаемым зрителям самостоятельно продолжать разрабатывать эту поистине бесконечную тему Дело в том, что владение идиомами является неотъемлемой частью повседневной практики программиста И владение некоторыми из них является для нас настолько естественным, что мы даже не отдаем себе в этом отчет Помимо идиом объектно-ориентированного и процедурного программирования Для языка C++ характерны и новые идиомы метапрограммирования, функционального и обобщенного программирования Впрочем, их рассмотрение выходит далеко за пределы тематики нашего курса